Иностранный агент Моргенштерн уже больше года находится далеко за пределами России. Еще раз рассказывать истории его эмиграции смысла мы не видим, поэтому и так посвящены некоторые ролики на нашем канале, которые вы с легкостью можете найти. Сегодня мы бы хотели обратить ваше внимание немного на другой аспект новой жизни Алишера, на его новое окружение. Понятное дело, что в Дубае он не мог перевести всех своих близких из прошлой жизни, да и некоторые из них, видимо, не очень-то этого и хотели. Поэтому хотел того рэпера или нет, но у него же все же образовался новый круг приближенных людей, которые во многом сегодня на него и влияют. Что же, давайте поговорим про них, а также про тех, кто окружил артиста еще пару лет назад. Приступим. Сникер Сити – это магазин брендовой оригинальной обуви, привезенной из-за границы, в котором проходят регулярные акции и скидки. Сникер Сити предлагают обувь высшего качества по цене ниже рыночной. Удобное оформление, доставка вашего заказа в любую точку России. По промокоду BPM вы получите скидку в 10% на любой товар магазина. Все ссылки в описании ролика. Ну а мы начинаем, поехали. Самый близкий круг людей Моргенштерна во времена его жизни в Москве вспомнить не особо трудно. Во-первых, это, конечно, Слава Мерлоу. Именно Алишер заметил Славу, когда тот еще занимался собственным видеоблогом в Питере. Тогда он переехал в Северную столицу, чтобы лично пообщаться с молодым музыкантом. Они сняли ролик и с тех пор начали очень хорошо общаться. Три года назад у Слава начался резкий карьерный рост, и уже первый их совместный трек Янг Хефнер показал, что у дуэта есть большие перспективы. Конечно, обоим музыкантам имя сделал их совместный альбом «Легендарная пыль». Они писали его целую неделю в прямом эфире, и в итоге получилась пластинка, побившая рекорд по прослушиваниям ВК. Сотни миллионов стримов, десятки миллионов просмотров и толпы фанатов на любом выступлении Славы Алишера в Москве. Всего этого ребята добились всего лишь за несколько месяцев совместной работы. Артисты жили в трэп-доме, там же снимали многомиллионные клипы, например, «Кадиллак» или даже ремикс на трек «Кристалл Майот». Но пути Славы Алишера дальше закономерно разошлись. Не только по той причине, что было трудно продолжать жить в общем трэп-доме под Москвой. Слава все увереннее становился самостоятельным артистом, доказав это выпуском двух своих альбомов. Сейчас они с Моргенштерном практически не общаются, хотя нередко оба из них бывают в Дубае. До этого у вас были друг на друга взаимные обидки? У меня ничего не было вообще, никаких обид, у меня было непонимание только. У нас были свои там косяки, не поняли друг друга. Но эти косяки решены? Наверное, да. Нет, ну мы поговорили, все хорошо. Допускаешь, что вы еще поработаете? Что тандем вернется? Нет. Нет? В том же самом трэп-доме под Москвой частенько можно было увидеть и Азиза. Он был неотъемлемой частью тогдашнего окружения рэпера. Тот самый бодигард, который не давал никому покушать на Моргенштерна. Он был еще и другом рэперу, с которым они общаются до сих пор. Очевидно, что переезжать в Дубай вслед за Моргенштерном Азизу не было особо никакой надобности. Все-таки в УАЭ, где рэпера знает куда меньше количества людей, телохранитель ему нужен не так сильно. Поэтому закономерно Азиз отдалился от рэпера. При этом он, насколько мы понимаем, до сих пор занимается охранным агентством Кайфи Секьюрити, которое открывал вместе с Моргенштерном. Также Алишер в Москве частенько пересекался и, наверное, можно сказать, был в довольно доверительных отношениях с Бахтием. Тогда, три года назад, весь интернет обсуждал новость, что известнейший американский лейбл Atlantic Records открыл свое подразделение в России, и его возглавил как раз-таки Бахтием. С новым лейблом сразу же начали сотрудничать с Моргенштерном с Лавом Эрлоу, и именно Atlantic Records Russia заплатила Лишеру 2 миллиона долларов за альбомы «Миллион доллар Хэппинис» и «Бизнес». Но после известных событий в прошлом году, лейблу пришлось отойти от дел с Моргенштерном, а сам Бахтием открыл новую организацию — Lotus Music. Ну и, конечно, куда же без Дилары. Дилары — это не просто часть прежнего окружения артиста, но и важнейшая часть его прошлой жизни, которая, похоже, теперь ушла навсегда. Пара познакомилась очень давно, еще в школе, когда они оба жили в Уфе. Встречались долгие годы, сходились и вновь расставались, пока, наконец, у них не случилась свадьба прямо в Москве, где ведущей была Ксения Собчак. За какие-то считанные месяцы Алишера Дилар стали самой обсуждаемой парой в российском интернете. У девушки в соцсетях набирались миллионы подписчиков, а сама она даже успела открыть свой собственный салон красоты. Конечно, не без помощи Алишера, но в браке они прожили недолго. Выдужденный период с рэпером в Дубай во многом, по словам артиста, и сыграл с ними злую шутку. Побывав вдвоем некоторое время, они поняли, что их отношениям приходит конец. Правда, рассталась пара без каких-либо скандалов, все было чинно и благородно. Сегодня официально мы подали на развод. Да, петь. Спасибо. Нас двое теперь в комнате. Сама Дилара тоже никакого негатива к рэперу и не испытывает, даже наоборот. Сейчас с этим все намного проще, намного как-то поспокойнее. Я имею в виду с рекламой, с контрактами, лично у меня. Но я не могу не упомянуть тот факт, что когда мы были вместе, он, конечно, он обеспечивал меня, он дарил мне дорогие подарки, это у него не отнять. Я бы не сказала, что есть какой-то дикий перевес. В одном моменте плюс, в другом минус, поэтому получилось равно. Но кто теперь окружает рэпера? Давайте подробнее поговорим про людей, которых можно назвать основателями Bugatti Music, ведь именно этот лейбл сейчас связан почти со всем творческими движениями Альшера. В первую очередь, Палагин. Он делал биты не только для Моргенштерна, но еще и для Егора Крида и Олджи Будды, да и вообще для многих топовых звезд отечественной рэп-игры. В последнее время он живет в Дубае, и судя по информации с первого выпуска Bugatti Camp, он купил себе виллу в этом городе почти за миллион долларов. Также есть вероятность, что идея Bugatti Camp принадлежит ему. Я слышал, что ты был одним из инициаторов вот этого кемпа, все полетели там и так далее. Одна из самых громких последних работ Палагина – это трек «12», который он сделал вместе с Альшером. В 17 лет Палагин с одним рюкзаком за плечами переехал в Москву, где начал сотрудничать с лейблом Blackstar. Первый успех пришел сразу. Песня Егора Крида «Самая-самая», которая приложила руку Палагин, стала хитом и звучала на всех российских радиостанциях. Палагин делал биты и занимался аранжировкой треков для популярных исполнителей – Миши Марвина, Макса Барских, Тимоти, ЛД, Куэст Пистолса и многих других. Особое место в копилке треков Палагина занимает кавер-версия знаменитого хита Аллы Пугачевой «Миллионы Алых Рос» в исполнении Егора Крида. В общем, Палагин более-менее известный персонаж, особенно часто о нем стало слышно в последние два года. Во многом по причине того, что он начал делать музыку вместе с исполнителями новой школы. Еще один очень известный участник «Богатти Кэмп» – это Александр Романов. Этот человек снимал, наверное, самые популярные клипы в России. Его видеоработы, наверное, видел каждый. Наверное, это один из немногих, кто остался с Моргенштерном из старого окружения. Видимо, тоже из-за переезда в Дубай. Далее нужно сказать пару слов о других молодых людях. Во-первых, Ашер, он же исполнитель Ха-Арт. Это артист, но в виде он представлен как чемпион по нетворкингу. Что это значит, понять сложно. У него в паблике есть клип, который снял, кстати, тоже Александр Романов. Вот как выглядит и звучит Ашер. Из официальной информации известно, что он родился в марте 92-го года. Данных о месторождении и детстве артиста в свободном доступе нет. По словам самого Ашера, он приехал в Москву в 2012 году. Музыкальную карьеру начал, выступая в столичном клубе «Гараж». Здесь исполнитель познакомился с музыкантами MC Доня и диджей Давида. В этот период времени появился псевдоним Ашера «Ха-Арт» и записи первых треков. Помимо музыки, Ашер успешно занимается еще одним творческим проектом. Вместе с друзьями и соратниками по лейблу он открыл в Москве модный атмосферный барбершоп «Топор». «Я снова пьяный, пьяный, пьяный с другой, прости, наверное». Ну и наконец, последний из четверки основателя Bugatti Music – Арут. Если вы помните, не так давно мы делали ролик про его фит с Биг Бэби Тейпом. Именно этот человек смог позволить себе купить фит с Егором за 10 биткоинов. И именно он смог купить у Алишера такой же фит за миллион долларов. Именно его, другой иностранный агент Оксимирона, Багдалда Самокате. Если изучить аккаунты Арута в соцсетях, то мы увидим, что он знаком со многими современными музыкантами. У него есть совместные фотки с Рахимом и Хикуром Кридом. Вообще, конечно, теми криптовалют Арут отдал очень много своего времени. Например, им написана статья для издания Forbes, в которой он описывает отношения долларовых миллиардеров из списка Forbes к современным криптотехнологиям. К слову, на портале Forbes Арут подписан как основатель в криптобирже Bitstock. Сам же обозначено, что он кандидат экономических наук. Вот что он рассказал про себя и свои цели в первом выпуске влога. Твоя цель жизни, вот, основная она, какая? В ближайшее время сделать несколько единорогов. Компания единорог, друзья. Компания единорогов – это компания с market valuation больше, чем 1 миллиард долларов. Когда я говорю сделать, это означает, что это моя личная компания должна быть, которую я мог бы продать за миллиард или больше, или которая бы оценивалась миллиард или больше. А вот, что он говорил про себя в интервью для Big Baby Tape. И мы переходим к вопросам от подписчиков. Итак, первый вопрос. Так. Чем ты занимался до того, как стал криптомагнатом? Я занимался продажей игр онлайн. Угу, каких? Гемблинг. Я продавал гемблинг софт. А, то есть не КС, ключи там всякие? Нет, я продавал гемблинг софт. Если говорить про личную жизнь рэпера, то пока не ясно, смог ли кто-то занять место Диллара в его сердце. Ходят разные слухи, что артист встречается с тиктокишей Лизой Василенко, но пока никто официальную эту информацию не подтверждал. Зато сегодня Алишер очень много времени проводит с Даней Милохиным. Видимо, у него теперь есть новый друг. А на сегодня у нас все. Какое окружение Моргенштерна нравится вам больше, старое или новое? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. А вы были на канале Обиваю БПМ, меня зовут Дмитрий Толщенов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok